Приветствую вас. Я бы выделил Алисе несколько проблем, которые мне кажутся важными. Несколько моментов, которые мне кажутся важными в вашей ситуации. Первый момент, который я хотел бы выделить, это ваш страх. Вот это опасение, что если что, мне идти будет некуда. Есть какой-то страх у вас. Страх я не знаю чего, может быть это страх остаться одной, может быть это страх быть брошенной, может быть это еще что-то. Но так или иначе, негативный опыт ваших родителей, он на вас влияет. Спасывайте негативный опыт родителей, вы вполне можете повторить сейчас, что вы в общем-то и делаете. То есть вы в общем-то повторяете негативный опыт своих родителей. Я вот не думаю, что это как-то для вас хорошо. Я думаю, что хорошо, что вы повторяете опыт своих родителей. Потому что, ну родители все-таки это родители, а вы все-таки это вы. А есть все-таки какая-то вот разница между вами. Есть разница между тем, как родители себя вели, ведут и как вы себя ведете и как вы будете, например, значит, поступать. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что первый это ваш страх. Нужно определить. Нужно определить, нужно понять, наверное, чего вы боитесь. Вот. Все-таки, самое что, совершенно очевидно, что страх у вас какой-то есть. Вот. И он вам достаточно сильно мешает, мешает быть свободным в отношениях. мешает. Как-то вот свободно, ну, свободнее себя чувствовать, свободнее себя ощущать. Вот. С одной стороны. С другой стороны, вы говорите о том, что я не смогу морально, морально рожать детей. Я смогу морально родить ребенка, если у меня не будет, как вот вы говорите, если у меня не будет своего угла. И мне кажется, что моральную дилемму подобного рода тоже нужно решить, решить так или иначе. Потому что моральные дилеммы, они, как правило, мешают человеку принять адекватное решение и поступать так же адекватно в жизнь. Вот. Так что про моральные противоречия вам нужно тоже подумать и в нем разобраться. Потому что ничего хорошего нет в том, что вас вот эти вот моральные противоречия мучают. Дальше. 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 Вы пишите, что у вас есть ребенок от первого брака. Это значит, что у вас не сложились первые отношения. Вот. И сейчас не складываются вторые отношения тоже. И я полагаю, что на это так же необходимо обратить ваше внимание. Потому что это не просто так, что у вас не складываются отношения. Вот. И первые, и вторые. Вполне вероятно, что тот самый вот негативный опыт родителей ваших, но он влияет на вас в крафтке. Вот. Влияет в том смысле, что вы не можете как-то вот полностью раскрыться перед людьми, ну перед мужчинами. Вот. Дальше. Он кинегорически против оформлять в дальнейшем квартиру на двоих. Ну вот, если он против оформлять квартиру на двоих, нужно выяснить, почему он против. И как он собирается защищать вас. То есть, почему происходит это отделение. Как бы. Я понимаю, что морально не смогу рождать такси и строить семью, если у меня не будет своего угла и жить в чужом не смогу. Опять же, вы говорите, строить семью. Да. Вы говорите о том, что вы хотите строить семью. Но почему вы хотите именно строить семью. То есть, вы говорите о том, чтобы строить семью, а не о том, чтобы выстраивать отношения с человеком, которого вы по идее любите. Ну, по идее. То есть, почему-то у вас идет акцент именно на построение семьи. А не на, допустим, выстраивание отношений с мужчиной. Хотя это, выстраивание отношений с мужчиной было бы куда более важной, куда более важной историей, чем то, что вы хотите выстроить именно семью. Вот. Это стоит возникает вопрос. Для чего вам семья? Ну, для чего она? Дальше. В случае чего идти некуда? В случае чего? 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 Его родители готовы помочь в оплате и босеке из-за чего они против оформления жилья пополам? Ну, тут вот ключевой момент в том, что родители помогают все решить эту проблему вместе самим. Да, без родителей. Мои родители и дочки готовы дать сейчас денег. Например, начальность у нас ремонт, но моя мча отказывается от наших денег, от свадьбы, да и босеки, от моей мечты о совместном жилье. Почему вам так важно, чтобы не служить? Это первое. Второе. Почему молодой человек отказывается, тоже нужно разобрать, потому что молодой человек наверняка есть основания для этого. Как поступить в такой ситуации? Как поступить, чтобы что? Цель сформулируйте. В отношениях все отлично, никаких куплёков не бывает. Ну, тут, мне кажется, проблема с доверой. То есть, вы друг другу не добираете, а вы чего-то боитесь вам. В частности, чего-то боитесь вы сам. Вот с этого и нужно начинать с работы над вашими страхами, как минимум. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!